Еще раз день добрый. Сегодня без Дмитрия Мерцарова. Сегодня готовится к политической карьере. И речь пойдет по этому не в пользу, не в поддержку такого классического американского стиля экономики и политики, а скорее наоборот. Сегодня поговорим о темной стороне рыночного общества, о антикапитализме, который в Америке имеет очень интересное проявление. Вообще у любого понятия, как вы знаете, есть столько интерпретаций, сколько люди могут себе основательно позволить. Сегодня поговорим об интерпретациях двух понятий – марксизм и либерализм. Казалось бы, такие полярные вещи, но не совсем они полярные. Скажем так, марксизм, взятый отдельно, конечно же, от советского варианта применения марксизма к отдельно взятой стране и государству, марксизм и в Европе, и в Америке до сих пор является очень уважаемым и очень распространенным синонимом какой-то альтернативы для общества тотального рынка. Прежде всего, на той основе, что марксизм – это учение о сострадании к человеку, о сострадании к индивиду, который в процессе рыночных отношений, производственных отношений превращается в элемент товарно-денежного обмена, отчуждается от своих собственных внутренних творческих способностей и превращается в некую разменную монетарную единицу, время жизни которой вполне себе обменивается на условные единицы, условные единицы, которые выступают эквивалентом всякого времени, всякой работы, то есть на деньги. Для человека это весьма унизительное положение, как считал Маркс, и поэтому он во всех своих экономических теориях так или иначе показывал вот эту вот разрушительную для антропологии суть рыночных ситуаций и предлагал, да, те или иные варианты по освобождению из этого рыночного плена. Вот такой контекстуальный стихийный марксизм, он активно находит свое проявление в Америке и в Европе примерно с середины 20-го столетия. Ну, в общем-то, в основном, после Второй мировой войны, активируются и художественные литературы, писатели и философии, мыслители, которые, пройдя, прожив вот этот ужас тоталитаризма гитлеровской Германии, осознав, как-то почувствовав ужас сталинского СССР с его гулагами, они, с другой стороны, нисколько не попали под очарование так называемого свободного рынка, они увидели в нем такую же тоталитарную жесткую систему, который человека, в общем-то, тоже превращает в расходный материал. Гораздо более мягким способом, конечно же, но тем не менее. Ну, вот вы, конечно же, знаете такого британского писателя Джорджа Орла, его знаменитый роман «1984» роман «Антиутопия». Ну, в свое время производит, конечно же, такое шоковое воздействие. Но в Америке, вот в плане художественной литературы, начиная с 20-го столетия, некоторые писатели продолжают эту линию. Ну, вам, безусловно, известен «Рейнбрэйк». 457 градусов по хоррегей. Такая же, ну, наподобие, как у Алтуса Харстри, «Антиутопия». Интересный момент, что общество товарно-денежных отношений, которое зациклено на производстве материальных благ, естественным образом заинтересовано в том, чтобы у человека была постоянная потребность потребления именно материальных благ и в том удовольствии, которое эти материальные вещи дают. Поэтому капитализм, производственные отношения заинтересованы в том, чтобы у человека возрастала его физиологическая составляющая, его чувственность, его такой чувственно-эмоциональный план. И вот у Рэя Брэдбэй, вспомните, вот в его 457 градусов по хоррегей, то самое лучшее времяпрепровождение для законопослушных граждан вот этой вымышленной антиутатической истории, помните, какое? Это стены, состоящие из экранов, стены, которые транслируют постоянно мощные эмоциональные удовольствия, поглощают своими иллюзиями человека, который посреди этих стен находится, и дают ему состояние совершенной потери критического мышления, потери осознанности, зато небывалое удовольствие. Ну, собственно, почему вот в этом антиутатическом мире сжигаются книги, потому что у книг как раз противоположная функция. Книги, как правило, ну, настоящая литература, настоящие книги, они пробуждают критическую мысль, они пробуждают сомнения, они усложняют картину мира. Задача той вселенной, которая построена исключительно на товарно-денежных отношениях, чтобы человек был идеальным потребителем вот этого чувственного материального контекста, который производится. Соответственно, критическое мышление, сложное вселенное, странные философские мысли, зачем? Это все не способствует потребительской дееспособности. Еще один автор, американец, имя которого вам тоже наверняка известно, Олдус Хакстен. Удивный новый мир. Кто-нибудь знаком с этой работой? С Эдмар Вангой? Удивный новый мир. Это некое подобие того, о чем писал Рейн Брэдбери. Это тоже показ некого идеального общества, которое построено на эффекте постоянно воспроизводимого удовольствия. Это конвейер удовольствия, чувственное, эмоциональное удовольствие. И к чему это общество максимально стремится, это убрать от человека как можно дальше все то, что вызывает у него хоть какую-то тревогу, какое-то сомнение, какое-то экзистенциальное беспокойство. Вот такую экзистенцию, под которой мы понимаем переживание жизни на грани известного бытия-ебытия, я и ты. Вот такой вот мир удовольствия, эту экзистенцию старается совершенно нивелировать. И роман «Дивный новый мир» посвящен как раз вот тому, каким образом это общество, ну, в общем, вполне себе успешно побеждает в человеке вот эту сложную антропологическую, экзистенциальную человеческую природу. Но мы пойдем подробнее поговорим о более близких к нам временах. У нас сегодня вот на повестке дня из писателей будут такие наверняка вам известные имена, как Чарльз Баланик, Чарльз Букковский, и немного поговорим о Ричард Геронге еще, о философе, о таком чистом философе. Ну вот общее место для критики в капитализме. Это, наверное, все-таки вот этот фрейдовский принцип удовольствия, на котором капитализм, на котором производственные отношения строят свой базис. Человек – это тотальный потребитель самых разных удовольствий. И задача рынка, задача вот всех этих производителей тех или иных материальных благ в том, чтобы сделать человека максимально нуждающимся, максимально зависимым от максимального количества этих удовольствий. Если мы вспомним античный идеал человека или средневековый идеал человека, то там на высоту возводился такой тип человеческой природы, который мог довольствоваться очень немногим. Античный тип человека – это очень аскетический тип, тем более средневековый технаж, с его прям таким намеренным, подчеркнутым аскетизмом. Задача капитализма, задача производственных отношений противоположная. Это высвобождение человеческих желаний, причем не просто высвобождение, а, скажем так, наделение человека такими желаниями, о которых он даже и не подозревал, которое бы у него, естественным образом, возможно, и не пробудилось. Задача рынка – это постоянная вовлеченность человека в процесс товарообмена. Человек отдает свою энергию работе для того, чтобы иметь средства покупать те или иные товары. Он их обретает, получает от них удовольствие, ему рассказывают, показывают новые товары, от которых он получит новый вид удовольствия. Он еще с большим энтузиазмом, с большим желанием получить доступ к этому новому удовольствию погружается, опять же, в свою работу, которая, по сути, становится для человека не тем трудом, о котором писал Маркс, который человека делает существом созидающим и пробуждает творческий разум. Нет, труд в капитализме превращается в обмен времени, свободного времени человека на условные единицы, символизирующие некий затраченный коэффициент этого времени, то есть на деньги. Время – деньги, деньги – время. Маркс очень сильно протестовал, сокрушался именно по поводу того, что при капитализме труд, как самое человечное, что есть в человеке, способность к свободному труду, к импровизированному труду, чего лишено любой, всякой животной, оно здесь превращается в некое конвейерное производство того заказа, который человеку поступает не от его внутренней творческой природы, а от каких-то, в общем, работодателей тех или других. В итоге мы имеем такую картину, что человек, занимаясь трудом за деньги, превращается в такое работающее животное, этот труд становится все более и более автоматическим. Он не требует активного участия в какой-то креативной мысли, какой-то импровизации. Тот, кто заполняет свои обязанности, будь то в офисе или на каком-то там рабочем станке, или будучи там преподавателем в системе вот такого эффективного, современного, допустим, школьного или высшего образования. Эти люди должны соответствовать неким стандартам эффективности. И их собственные внутренние поиски могут иметь, конечно же, какое-то место, но только если они укладываются в этот стандарт эффективности. И если нет, то это никого не интересует. И Маркс писал об этом, что трудящийся человек в труде своем больше подобен животному, чем некоторые даже животные в естественной своей среде. И забавно он отмечал то, что когда человек, выйдя с работы, желает вдохнуть полной грудью и отдохнуть от этого изнурительного конвейерного труда, чем он обычно занимается? Занимается тем, что удовлетворяет животные функции, такие как еда, что после работы хочется, добрый сон, добрый сенс, развлечение, которое дает пищу не для ума, а которое скорее успокаивает тревогу, успокаивает чувства. И здесь человек себя максимально чувствует человеком, но он чувствует себя человеком в том, что его максимально делает. животным, в том, что для такого разумного восприятия человека выступает, в общем-то, далеко не самым высоким качеством его жизни. Люди интуитивно, конечно же, ощущают вот эту катастрофичность своего положения. Можно сказать, что в американском обществе есть некий такой спонтанный, интуитивный бунт, спонтанный такой марксизм, не сформированный в какое-то четкое, может быть, философское течение, но это присутствует. Присутствует в том, что в Америке довольно-таки сильна протестная оппозиционная составляющая тому, чтобы человек превращался в товар, в рабочую единицу, в некий эквивалент обмена времени на деньги. Я бы вам очень порекомендовал такую не американскую, а канадскую по происхождению леди, социолога, публициста, звезда, которая очень детально прорабатывала вопрос вот этого отчуждения человека от собственной природы. Звать ее «Налогой Кляйн». Она до сих пор активна в творчестве, живет и здравствует. Ее работа, ну, такая культовая работа, переведенная на русский язык, она без перевода опубликована на русском, называется «Новолога». Ну, по-русски переводят ее как «люди» или просто «против брендов», но «лога», «против лейблов», «против брендов», «против слоганов» и так далее. Суть ее критического отношения, она изучала как статистику жизни докторедов-американцев так довольно плотно погружалась в доктрины так называемого неолиберализма, который в Америке представлен прежде всего Чикагской экономической школой еще со времен президента Никсона и таким ярким представителем экономического края вот этой неолиберальной школы Милтон Фридман Милтон Фридман Человек, который получил Нобелевскую премию по экономике Милтон Фридман это, скажем так, блестящий ум, который сделал максимум для того, чтобы идея нерегулируемого рынка завоевала признание и распространилась, в общем-то, по всем ведущим мировым цивилизациям прежде всего в USA и в Британии Ну, что такое общество основанное на совершенно неконтролируемом нерегулируемом рынке я думаю вы все более-менее знаете ну, хотя бы по ну, по нашим 90-м годам как один из примеров одно из ключевых понятий вот этого неолиберального подхода к развитию экономики это шоковая терапия когда экономика общества приходит в состояние коллапса к тотальному кризису когда все разрушается это самое идеальное время для того чтобы с нуля с чистого листа воссоздать так называемый естественный процесс взаимоотношений между людьми без всякого государственного надзора в основе неолиберализма лежит модель свободного казалось бы свободного индивида который должен без какого-либо надзора без какого-либо управления со стороны старшего брата осуществлять свою свободную предпринимательскую деятельность в одной из своих работ Науми Кляйн говорит что парадоксально что неолиберализм очень много говорит об индивидуализме который освобождается при такой экономике о свободе о выпущенной наружу потенциальности человеческой однако по факту по факту там где неолиберальная теория приходила в действие ну мы сейчас будем говорить не столько даже о Америке сколько других регионах которые брали за образец за пример скажем так вот эту чикагскую школу неолибералов там возникали довольно жесткие я бы сказал просто жестокие политические репрессивные истории ну к примеру вот большим поборником неолиберального курса и большим поклонником Милтон Лапридмана был диктатор Абиночет в Чили вообще вот этот период его диктатуры сколько он 14 лет по-моему правил это период когда страна насильным образом через репрессии всех несогласных включалась в вот эту систему так называемого нерегулированного рынка очень хорошо был воспринят неолиберализм в Британии в группу премьер министра Маргарет Тэйчер которая ну тоже в силу разных обстоятельств смогла пролоббировать этот курс где-то путем того что ну скажем так повезло на второй год или на третий год ее правления когда вот эта политика ухода государства из всех сфер которые когда-то контролировались когда крупным корпорациям продавалось продавались ресурсы ископаемые продавалось водоснабжение градостроительство ну практически все основные сферы которые относились к общественному благу естественно после года или двух у общества возникло огромное недовольство потому что очень сильно возрастла безработица возросла разница между ведущими корпорациями и те кто не попал в тренд фирмами которые скажем так в большом количестве разорялись но тут случается война с Аргентиной Фаркленской и Мальвинской острова 1982 год и за счет такого подъема британского патриотизма Маргарет Тэтчер продолжает свою такую неодобирательную политику обретает поддержку но патриотизм очень часто для многих народов много раз в истории играл такую роль что под его воздействием люди проглатывали то что в здравом уме они бы даже и рассматривать не стали как что-то пригодное тем не менее еще примеры кстати та же самая Аргентина да тоже неолиберальная политика в экономике привела к в общем весьма жестким репрессивным диктаторским режимам когда трое полковников приходят так называемые черные полковники приходят к власти ну постсоветское пространство социалистический лагерь ну конечно мы с вами все были свидетелем очень такого яркого драматического перехода с одной стороны Советский Союз как империя которая держалась конечно же на минимальном присутствии свободы и Советский Союз не может охвастаться никаким в общем-то человечным отношением к творческим силам личности к каким-то внутренним потребностям был план была большая цель был большой брат который к этой цели звал и вознаграждал тех кто к этой цели правильным образом приходил но люди жившие в Советском Союзе в эпоху начала вот этой Горбачевской вот теперь с 85-го года безусловно они захотели не того что они потом в итоге получили в 90-м годах они захотели по крайней мере свободы слова свободы передвижения они захотели действительно чтобы никто не осуждал то в каких джинсах кто из них ходит ну и какую музыку слушает изначально путь который предлагал Горбачев то есть перестройка демократии гласность это был путь такого ну можно сказать шведского социализма когда общество постепенно из жесткого командного социалистического лагерного стиля постепенно через эволюционную демократизацию переходила к постепенному включению и рыночных отношений тоже в систему общественного формата но августовский путь как такая точка ну в общем точка выбора получилась в 91 году он смешал все эти изначально эволюционные позиции и советский союз без всякой подготовки без всякой постепенности просто резко рухнул в эту пропасть совершенно в отсутствие государственной регуляции в экономике и в итоге получил то что мы все знаем по 90-х годах то есть экономика которая очень хорошо показала если людям дать неконтролируемое пространство для экономической деятельности эти люди очень быстро делятся на волков и овец овец очень много волков очень мало волки становятся все больше и все более голоднее и клыки у них вырастают и собственно говоря мы получаем в общем-то тот же самый тоталитаризм и тот же самый жесткий лагерный формат от которого пытались уйти но только на другой идеологической основе и на другой экономической основе в общем-то возвращаясь к Америке которую в какой-то степени можно назвать родиной такого неолиберального шествия конечно же находятся те силы которые пытаются ну что-то заказать в защиту вот этого несчастного человеческого существа которое попадая в производственное отношение превращается в некий атом в некую заменимую единицу у которой есть только один всех интересующий по большому счету эквивалент это то сколько эта единица денег умеет зарабатывать и соответственно тратить тоталитаризм рынка заключается в том что человеку задается один единственный вектор и одна единственная шкала ценностей такое понятие как успех понятие очень многогрянное потому что успех может быть у человека ну не знаю занятиями духовной практикой занятиями занятия своим внутренним миром в любви или во многих любовях успех может быть даже в саморазрушении да в чем угодно но в рыночном стиле общественной жизни успех приравнивается только опять же к этим условным единицам то есть к деньгам в которых успешность измеряется это вызывает конечно же сопротивление как в такой ситуации которые нам подошли на сегодняшний день основной в общем-то основная масса населения в России вот так скажем я не знаю может быть не волки а те которые опции вот основная масса населения в Российской Федерации получает такое количество денежных средств которое намного меньше того которое оно должно потратить вот как они могут жить на те средства которые меньше тех которые необходимы которые они должны иметь чтобы выложить понимаете вот на данный момент большинство российских градусов это либо пенсия либо временно работающие не по временному контракту а временно работающие то работающие то не работающие то получающие пособия в денежном я помню в денежной массе это та же пенсия то есть они в среднем получают где-то не более 10-15 тысяч а реально должны потратить намного больше вы говорите о той ситуации которая называется кризисом да должны потратить больше чем у них есть дело в том что в свободном отпуске экономики на чем вот неолиберализм настаивает кризисы это просто ну некое внутренне запрограммированное явление мы знаем очень мощный ну мощнейший конечно кризис самый показательный кризис но это вот кризис 29-го года в Америке который был вызван тем что на фондовой бирже рухнули ценные бумаги были скуплены крупными монополиями за бесценок и огромное количество там сотни тысяч вкладчиков остались ну нули просто скажем так это вот игра волков и обед кто-то очень круто поднялся на этом деле вся страна оказалась просто в катастрофе люди не идеальные существа у людей не возникает как ни жаль естественного сострадания друг к другу естественного чувства уверенности человек не знает где остановиться когда он начинает что-то брать человек по ну по факту того что мы знаем из истории это довольно корыстное существо я думаю это состояние корыстности каждый из нас в себе так или иначе знает ну а если вот эту природу которая очень во многом базируется на нашем желании обретать больше пользоваться большим то есть на эту туристу корысть запустить без всякого нормирования пожалуйста кто успел тот взял больше но мы получаем тогда вот эти режимы кризиса мы получаем что кто-то успевает очень хорошо взять очень много взять ну соответственно насколько ресурсы у любой экономики любой страны ограничены остальная часть населения остается с каким-то очень жалким состоянием это мы все знаем по 90-м годам результаты приватизации заводов фабрик предприятий Советского Союза которые привели к резкому обогащению некой элиты которая собственно и теперь является управляющей элитой в стране и к бешеному обнищанию основной массы населения с другой стороны всякое государство оно периодически включает по разуму включает мудрость и начинает на какое-то время регулировать процессы экономики начинает позволять работать и зарабатывать большого количества населения ну как это было у нас в нулевые годы в России с другой стороны вот такая помощь гражданам она не становится определяющим принципом при неолиберальной политике это некая мера для того чтобы ноуковцы не сдохли надо же сохранять стадо в целом чтобы было ну с кого состригать такую шерсть а как это возможно сохранять я просто случайно видела опыт другой стороны такой ситуации когда человек должен потратить больше чем у него есть чтобы выжить основная масса но вы все прекрасно знаете что это не только наша страна касается касается всего мира за счет чего современный человек тратит больше чем зарабатывает за счет кредитов вот эта перекредитованность всего населения это не только российская тема это тема общемирового это тоже проявление вот такого неолиберального курса что ты берешь на свое свободное пользование не всю сумму денег давай запускай дело становись бизнесменом становись предпринимателем это предлагается всем без исключения людям которые не имеют по большей части никакой склонности к предпринимательской деятельности ну как знаменитая реплика Дмитрия Медведева на съезде у чкольных учителей и преподавателей вузов когда ему сказали что же делать с такой маленькой зарплатой собственно можно ли на нее выжить ну учитель это видимо призвание и раз вы исполняете призвание то вы уже получаете удовольствие а если хотите денег идите в бизнес ну это было лет 6-7 назад один из для меня один из тех моментов после которых я категорически перестал вообще слушать какого-либо из чиновников что они говорят но вернемся к истории USA вот упомянутый мной Милтон Фридман это американский представитель неолиберализма но в Европе был свой такой мозговой центр это тоже очень великий экономический мыслитель Фридрих фон Хайк в общем-то наставник учитель можно сказать Милтона Фридмана говоря о том каким образом литература философия некая общественная мысль общественный вкус даже общественная эстетика пытаются этому всему противостоять вот это интересно то что человек находится в отчужденном атомизированном состоянии ну это довольно очевидно но интересно то что мы можем сделать в этом положении куда мы можем двинуться какую альтернативу это мы найдем и здесь американская литература искусство философия да они показывают некоторые очень такие занимательные добрые или не добрые но тем не менее варианты но вот Наоми Кляй напомянут она является представителем такого направления в социальной философии которое называется альтерглобализм не антиглобализм а альтерглобализм глобализм по сути дела это это одна из величайших великолепнейших вещей которые человечество когда-либо достигает это то о чем по сути дела говорил человек когда-то в первом веке нашей веры которым звали Иисус из Назарета он говорил о том что нет элиной иудии глобализм это когда снимаются вот эти жесткие границы между народами религиями культурами странами когда человек открыт для человека когда каждый может стать ближним другому глобализм это когда благодаря в том числе конечно же благодаря техническому развитию у людей исчезает представление о ином народе о тем более далеком народе как о каких-то дикарях как о демонических существах люди научаются диалог люди научаются как-то друг друга понимать хотя бы если уж не любить то хотя бы понимать но другое дело глобализм в экономике это совсем другая история у любого понятия конечно же есть несколько прочтений когда мы заходим например на сайт антиглобалистов они в основном там говорят критически говорят о том что глобализм это власть глобальных корпораций которые причиняют себе все основные экономические но соответственно в связи экономик и социальные культурные процессы которые увлекают все человечество в единый формат стандартного конвейерного потребления и производства да и в этом плане мыслящий человек конечно же ну так или иначе пожить на этом свете ну становится антиглобалистом когда видят вот эту вот невидимую глобальную и безжалостную руку корпоративного рынка наобе кляйнкин об этом очень много говорит она показывает систему эксплуатации третьего мира но я действительно рекомендую посмотреть ее работу но лого довольно много интересного там можно почерпнуть наобе кляйн говорит о том как нивелируется как исчезает своеобразие из таких вот классических уникальных институтов ну таких допустим как высшее образование она приводит то каким образом фастфуды проникают в американские университеты каким образом меняется стиль поведения студентов которые до появления вот такого повсеместного общепита сохраняли какую-то неповторимую стилистику жизни во время перемен между занятиями это были какие-то прогулки по парку дискуссии да и все это превращается как бы потребление еды которая активно со всех сторон через баннеры через веселых молодых людей с пиццами в руках она просто паривается как самое лучшее занятие на время перерыва ну мне это тоже в общем знакомо я 14 лет проработал в НГУ и в общем-то стилистику вот такого поглощения студентов атрибутами современной такой фастфудной или какой-то коммуникационной продукции я конечно же отмечал и было чертовски жалко видеть когда ты со студентами обсуждаешь какие-то тонкие серьезные материи и когда возникает пауза то происходит резкое преимущество либо на фастфуд что-то взять пойти в автомате либо по сетям опять же какие-то не имеющие к науке форматы переговоров скажем так рынок который проникает во все направления он в общем-то не обладает такой стилистикой умеренности он не различает где ему устанавливать свои правила университет такой университет ну наоми кляйн говорит о том что 60-е годы почему объясняет почему именно студенческая молодежь в 68-м году в Европе и в Америке вот эпоха битников эпоха детей цветов когда поднялся такой стихийный бунт против общества потребления против к вовлечению человека в этот тотальный процесс конвейера именно студенты оказались той активной самой активной силой которая выступила против капитализма в Америке в том числе в Америке это еще было связано с политическими событиями это еще была война во Вьетнаме и протест против такого тотального засилия потребления против культуры ярки она еще совпала с протестом против милитаризма который завязан опять же на расширении рыночных амбиций другое имя о котором поговорим кто-то читал из вас Чарльз Забуковский нет но это просто большое упущение я вам очень как говорил прочесть его самая такая пожалуй жесткая мощная работа хлеб с ветчиной называется и можете посмотреть великолепно сделанное кино не помню к сожалению кто режиссер кино на русский язык переводится как пиятель главной роли Бики Рук ну или другой перевод завсегдатый пара Чарльз Забуковский это человек который большую часть своей жизни находился в алкогольном опьянении который говорил что не пить может каждый попробуйте как пить и при этом остаться человеком у Чарльз Забуковский герои это люди принципиально не вписанные в эту систему правильного успешного употребления это маргиналы это фрики это те кто причем не просто в силу обстоятельств находятся на обочине общества так называемого здорового общества а кто сознательно еще и делает выборы не желает в это здоровое общество заходить ему этому человеку этому фрику там неинтересно вот как герой его романа и фильма с одновременно на предложение такого респектабельного литературного журнала получать постоянный гонорар за то что он будет раз в месяц отсылать хотя бы пару стихов главный герой очень талантливый поэт он говорит что нет я тебя умоляю он говорит главный редактор говорит я знаю что через полгода я привыкну к этой золотой клетке и мне будет жалко ее покидать я не хочу даже заходить в нее то есть человек герой чариза губковский это человек который знает и соблазны принципиально не заходит в нее что-то такое есть даже в этом каких-то монашеских практик средневековых раннехристианских отсечения искушений когда человек принципиально отвергает от себя соблазны потому что знает природа наша слаба и всегда можно сказав а сказать следующие буквы алхавита и вообще не выйти из этой истории у чариза губковский вот с рефреном через его тексты проходит конечно вот это состояние внутренней свободы маргинальности и свободы в чем он показывает людей довольно вернее весьма грубых жестких но при этом очень ценящих вот этого вот эту внутреннюю невключенность в конвейер в этом общество рынка и потребления все его герои они перебиваются случайными заработками и у них нет цели вот этой американской мечты свой дом своя добрая славная семейка день благодарения иногда поездка куда-нибудь на карибы еще какие-то теплые места им это неинтересно изначально они предпочитают попадать в полицию за драки они предпочитают нажраться вискарек до беспамятства при этом при этом они рефлексируют что главная черта всех героев они активно думают они не сливаются с этим миром Чарес Буховский показывает такой вот внутренний стихийный протест который в обществе существует против вовлечения вот в эту универсальную единую глобальную ценность денег рынка и обмена человеческого времени на деньги по законам рынка его герои это такие вот бомжи философы так их можно назвать другой пример такого маргинального писателя это уже наш современник наверняка вы кое-что из него знаете Чар Баланик кто-нибудь читал его и наверняка смотрели известное кино с Эдвардом Нортоном и господи Брэдом Фитом да Бойцовский клуб ну кроме Бойцовского клуба я бы вам очень порекомендовал его еще работу удушья ну и такой самый жесткий пожалуй его текст призраки призраки Чар Баланик это продолжатель традиции Буккопска написывает грязных людей он написывает грязную жизнь социальное дно но именно на этом социальном дне он находит какие-то ростки освобождения ростки чего-то иного не подчиненного этому глобальному тотальному обмену времени на деньги но вы помните все с чего начинается история бойцовского клуба главный герой талер дред он чувствует то что его существование совершенно лишает его какой-либо то ни было человечность да он покупает себе передовые там журнальные столики из икеи он одевается в стильных магазинах он работает весьма успешно страховым агентом в автофирме но при этом он не чувствует что он живет и вы помните начинается с того что он ходит на собрание людей которые болеют какими-то неизлеченными болезнями он сам сочиняет себе ту или иную болезнь и ему хочется чтобы его пожалели чтобы его приняли не только как какого-то успешного какое-то успешное существо которое приносит какую-то денежную прибыль в этот мир а чтобы его просто приняли как вот такого плачущего забытого богом или людьми или человека которому просто хочется раскрыться ну и затем идея бойцовского клуба это конечно же изначально идея сопротивления идея сопротивления процессу вовлечения человека и человечества в эту предсказуемую систему когда ты уже заранее предопределенно знаешь что тебя ожидает когда в какой день ты обязан выгибать свой кредит в какой день ты должен идти платить за свою квартиру и какую полочку твоя супруга захочет заказать тебе в Икеа через месяц примерно так в человеческой природе помимо ну по гранту такого качества всеобщего качества как корысть есть еще такое очень славное качество как нетерпимость к повторению по-другому это можно назвать человеческой свободой человек начинает очень сильно тяготиться когда он живет слишком уж предсказуемо в таком человеке начинает пробуждаться естественное недовольство естественная тревога от того жизни ну другое дело что в обществе нарабатываются в средних времен нарабатываются механизмы подавления этой тревоги этого протеста но тем не менее когда человеку удается ускользнуть из-за механизмов подавления он совершает какую-то индивидуальную революцию или претендует на какую-то революцию более объективно значимую как в том же самом бойцовском клубе всегда конечно же есть искушение человеческой свободы войти в другую свою крайность избавляясь от одной зависимости человек очень легко попадает в другую вы помните те кто читал или смотрел фильм как быстро буквально за несколько недель за пару месяцев вот эти вот люди которые изначально приняли правила бойцовского клуба военные освобождения от системы и создали еще более жесткую еще более тоталитарную систему где раздали каждому под номером и где они превратились просто в нерассуждающую боевую агрессивную ячейку о разрушении всего что всего что можно разрушить очень тонка вот эта вот проволока по которой надо пройти человеку чтобы начав освобождение не превратиться самому в работорговца другими людьми или не стать рабом какой-то новой идеи новой системы Чак Паланик это великолепно показывает в его романе призраки который я вам тоже очень рекомендую прочесть такой жесткий правда роман там такой эксперимент оказывается некий благотворитель собирает около двадцати самых талантливых писателей в каком-то штате и говорит мы все мы знаем что человек творчески нуждается в уединении вы все так или иначе в своих твиттерх в своих постах жалуетесь что как вас достал шум мира как вы хотели бы попасть в место лишенное всякого земного социального присутствия окей я миллионер я даю вам такое присутствие огромный подземный ангар с массой комнат с фаберитами со всеми условиями для писательства с фабильным едой питьем ни в чем не нуждайтесь нам месяц и вот туда завозят 20-25 писателей ну и человек показывает историю завязывается в первые же два дня кто-то портит все продукты в следующее кто-то выливает почти всю питьевую воду то есть начинается вот это саморазрушение оно переносится на окружающий мир начинается какой-то вот кураж вот этой отрешенности кураж вот этого аутсайдерства который приводит в конце концов к тому что вот эти вот вполне себе креативные приличные люди для того чтобы выйдя рассказать о том какой шок они пережили во время своего заточения и чтобы это стало пищей для разговоров и материалов для их повестей статей и романов они начинают отрезать себе части тела они начинают есть друг друга в общем такая жесткая конечно история она в каком-то смысле пародийная история ну такой очень черный юмор конечно звучит тем не менее показывает каким образом человек сосредоточенный на собственном индивидуализме но лишенный при этом какого-то человеческого отношения к другому существу как к тоже индивиду во что он очень быстро может превратиться ну и опять же критерий вот этого вернее критерия стимул вот такой трансформации писателей таких уже монстров это успех это желание успеха который каждый из них надеялся обрести после того как он выйдет из этого лабиринта из этого ангара и как он будет рассказывать потом что он переживал одна писательница как пишет Чака Паланика отрезала себе почти все пальцы на руках в форме двух чтобы набирать номер было чем набирать номер своего литературного агента когда она выйдет из этого ангария ну в общем так не для слабонервных текст у Чака Паланика много по поводу много литературе его того что называется тоска по солидарности это еще одно качество которого по большому счету рыночная экономика человека лишает когда эквивалентом взаимодействия эквивалентом коммуникации оказывается некая взаимовыгодность оказывается взаимо ну взаимообмен услугами товарами деньгами взаимообмен временем ну в общем исчезает то качество которое ну с довольно древних времен называется как симпатия сочувствие эмпатия сострадание ну множество разных времен у Чака Паланика это довольно гротесчно тоже передано в его романе «Утушьи» который я вам рекомендую один из самых тонких его романов мне кажется один из самых философских его роман где главный герой тоже такой маргинал прик ну что Луковский что Паланика все герои они совершенно таки антисоциальные фирмажи он разыгрывает где-то в дорогих ресторанах приступ удушья исключительно для той цели чтобы кто-то начал ему помогать чтобы кто-то отвез его к себе домой за удушьи он не может ничего сказать он не может называть ни своего адреса адреса у него по сути и не было он где-то снимал и девчонки своей жил и в общем он на несколько дней попадал в какое-то семейство где о нем заботились таким образом он компенсировал то что чего был лишен своей нормальной жизни человек пока он не разыграет какой-то спектакль он не получит ни доли сострадания но разыгрывая можно получить шансы какие-то какие-то эмоциональные с этого бонусы взять да ну в итоге там очень очень сложный конечно мир показывается там все дело не в таком вот пользовании эмпатии человеческой мне там очень нравится один из героев в этом романе «Удушья» тоже своего рода такой внутренний протест к вечному круговороту времени и денег один из героев этого романа он ставит себе задачи построить личное из камней возводит гигантскую башню скрепляет эти камни полуны цементом у этой башни нет внутреннего пространства это просто огромный каменный столб зачем он это делает он почти все время молчит он никак это не объясняет но все люди которые так или иначе знают его или видят что он делает глядя на то что он делает они чувствуют присутствие какого-то космического стержня в жизни они чувствуют что есть что-то что в этом мире имеет смысл хотя этот человек делает казалось бы совершенно бессмысленную работу ну и в завершение еще немного о философе очень интересном который мне очень близок по духу Ричарда Рорти его знаменитая работа как раз посвящена во многом такому вот понятию которого очень сильно не хватает рыночному человеку такое понятие как солидарность сострадание и солидарность да я вам рекомендую почитать его текст который называется ирония солидарность и судьба кажется так ирония солидарность и судьба по-моему в таком порядке один из основных тезисов одно из ключевых понятий у Ричарда Рорти это понятие либеральной иронии вот опять же понятие мы с вами говорим о либерализме экономики но здесь либерализм совершенно под другим контекстом подается либералитер знаете перевод этого слова свобод 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 свободная ирония то есть либеральная ирония по Рорти это во-первых осознание человека человеком что ни одна идея не заслуживает того чтобы ее насильно навязывать всему человечеству или даже просто своему соседу что как бы ты не был убежден в своей правде в своей версии описание событий не проявляет насилия в отношении окружающего мира в том чтобы эту версию твою сделать единственно возможной базируется вот такое ненасильственное поведение на каком качестве как эмпатия Рорти утверждает что какая-то эволюция в человечестве возможно ни в коем случае не через какой-то не через какие-то моральные кодексы не через какое-то скажем так нравственное религиозное или философское образование скорее люди придут к взаимопониманию через литературу через поэзию через искусство музыку потому что вот эти области они больше всего учат человека сопереживать читая художественный роман мы приучаемся к тому чтобы что мы мыслим как этот герой с которым мы себя отождествили причем возможно если роман действительно очень высокого художественного стиля мы там не с одним себя героем отождествляем у нас целая вереница героев и мы разрываемся между ними нас бросает из стороны в сторону и вообще как бы при таком хорошем добром погружении в роман мы на собственную жизнь смотрим как бы из этого романа мы больше там чем в своей знакомой реальности по крайней мере пока читаем эту книгу это гораздо больше учит соучувствую эмпатии симпатии состраданию сопереживанию чем чтобы это не было другого а поскольку сопереживать и сострадать мы можем далеко не самым идеальным и положительным людям как раз как правило наоборот мы сопереживаем и сострадаем людям морально довольно таки неоднозначно неустойчивым и не сильно-то и просветленным это приучает человека к тому что не разделяя мир на черное и белое на наших и не наших на однозначных друзей однозначных врагов все это довольно часто смешивается друг с другом и самое интересное происходит как раз в тех точках где вот это смешивание происходит на границе ну и тезис Рорти о иронии ирония для него тоже очень важное понятие ирония не позволяет нам слишком серьезно подбираться в том что наша модель мира является безупречным если ты способен не то чтобы в любой момент посмеяться и отказаться от своей истины от своей идеи нет конечно не об этом речь но ты никогда не считаешь ее последней истиной последней главной модель ты принимаешь ее для себя ты пользуешься этой истиной ты живешь по этой правде но это твоя жизнь это твоя правда и ты из симпатии к окружающему которую ты возможно из литературы из поэзии вычерпил эту симпатию ты позволяешь этим окружающим существовать ну так как они уже существуют и ладно ты по крайней мере учишься не смотреть на них как на какой-то второй сорт у Ричарда Де Ворти довольно много идет критического отношения к таким жестким моральным постулатам которые классической метафизической философии были приняты ну вот современный Менула Канта который говорил о категорическом дранстингу императиве Ричард Рорти предлагает не сводить человека к категорическому моральному императиву он говорит о том что мы за свою жизненную историю за свою судьбу можем неоднократно эти императивы поменять это нормально надо исходить из того что истина и удовольствие от жизни это не два противоположных лагеря это в общем довольно взаимопереходящее состояние и если ты придерживаешься какой-то истины но она больше не дает тебе никакого удовольствия никакого удовлетворения возможно стоит подумать а на то чего или тащить дальше этот камень в этот борт и опять же если ты получаешь множество удовольствия но у тебя нет ощущения что ты при этом двигаешься к какому-то истиннику что есть за этим какой-то смысл то такое погружение в удовольствие очень часто лишает человека ну рассудка или души если хотите удовольствие поглощает какая-то какая-то очень фанатичная секта в общем в росте да я вам рекомендую вот эту работу почитать язык его довольно легок для восприятия ваши вопросы или комментарии репутки в качестве резюме я бы сказал еще такую вещь что там где вспоминая слова одного немецкого поэта 18 века Гельдерлина его очень любил Мартин Хайде гельцитировать там такие строчки у Гельдерлина есть но где опасность там прорастает и спасительное нечто Америка с ее такой процветающей очень активной очень мощной этой неолиберальной экономической позиции с ее культом успеха с ее культом корпоративного мощного бизнеса та же сама Америка порождает очень хорошие антидоты против всего этого даже если мы возьмем такое казалось бы казалось бы совершенно корпоративное явление как Голливуд однако самые яркие антисистемные антикорпоративные фильмы снимаются именно в Голливуде возьмите к пример хотя бы ту же самую Матрицу или Аватар я говорю сейчас не про авторское артхаусное кино а именно про глобальные блокбастерные масштабные они по сути своей совершенно антисистемные революционные то есть по большому счету я бы сказал что это здоровое общество потому что в этом обществе помимо вот того контекста атомизирующего человека вырабатывается и обратная история вырабатывается какая-то такая волна волна состояний волна представлений которые пытается человек вернуть к его человечности пожалуйста спрашивайте волна вырабатывается волна если что вы как вырабатывается по поводу этой ситуации когда действительно у овец то есть внезап такое количество витойной массы на которое они вынуждены на какие-то экстраклинарные меры в то время как у волны вверху может быть не абсолютно встек у некоторых препаратов точно есть такая ситуация что у них такое количество денежной массы с которой они знают что делать то есть на автомате деньги 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 и в какой-то момент образуется такое количество массы которое тоже может принести вред потому что она есть но не востребована я приведу другую метафору есть такой современный очень часто популярный писатель Андрей Сапковский его цикл романов о ведьмаке и вот там как такая иллюстрация там он описывает жизнь вампиров таких очень древних могущественных существ эти вампиры используют людей некоторые самые дикие низшие вампиры используют их по прямому назначению выпивает из них кровь и все человек холодным безжизненным трупом падает но высшие вампиры они выращивают людей они их очень хорошо кормят для того чтобы пить их кровь не за один раз вытягивая всю жизненную силу а постепенно более того они понимают для того чтобы кровь человека была здоровой этому человеку нужно развлекаться ему нужна некая свобода а самый лучший вариант когда этот человек сам с удовольствием подставляет свою шею к этому вампиру чтобы тот принял свою порцию крови если сделать человек еще и довольным для того чтобы он выдавал свою порцию крови это самый продвинутый вариант вампиризма волки опции ну это такая очень простая метафора а вам интересно это про кредиты что вам верили это вы про кредиты ну и кредиты в том числе но в целом я думаю это может быть неплохой метафорой неплохим символом для вот этих вот отношений между человеком и капиталом в системе рыночного форшинга отношения между человеком и капиталом такие что на данный момент у человека такое количество денег что ты приходишь в магазин и ты понимаешь что каждый день там эти милые все продукты их выкидывают то есть вот такое отношение между человеком мудрый капитал будет подкармливать своих потребителей безусловно еще вопросы так время у нас уже да можно не это у нас на такое мероприятие с вами все озвучено я так понимаю в основном было другими авторами где-то ваше мнение да было это просто у меня вопрос такой передача информации и знаний или отношение к этому критику критику я что-то не понял здесь была просто передача информации или была какая-то критика моя задача чтобы у вас оказалось больше вопросов чем ответов моя задача усложнить картину вашего мира это конечно же всегда сочетание и я вам рассказывал то что я знаю как информацию в большем естественном контексте своего отношения дальше вы из этого что-то возьмете что-то вам будет интересно что-то нет с чем-то согласны с чем-то нет работайте дальше с этим но все что вы сказали это все прекрасно это может быть и все хорошее и плохое это все как человек это примет и использует и применит это своей жизни да и в этом наша человеческая свобода чтобы выступать интерпретаторами постоянными интерпретаторами того что к нам приходит можно назвать наверное еще здоровой критик да спасибо еще видимо один вопрос или одна какая-то мысль кто-то на эту тему тоже может рассказать потому что время у нас подходит к завершению очень очень коротко вообще в основном мнение что в холестских условиях относительно более высокого материального богаче американцев отличается асилы менее болезненно что именно за все эти процессы вы знаете я чем дальше смотрю на мир тем мне кажется все меньше и меньше разницы между народами культурами человеческая природа плюс минус примерно везде довольно схожа и в этом как есть огромная надежда в том что действительно мы когда-нибудь сможем договориться и действительно когда-нибудь не будет ни Элина ни Иудея а с другой стороны также универсально и человеческие слабости и человеческие человеческая жадность человеческая глупость и прочее насилие также универсальное я бы не стал прямо радикально отличать американцев от россиян от европейцев да конечно же есть неотменяемые и очень такие отчетливые культурные позиции но если мы зайдем какие-то более антропологические специальные утренние вещи мы найдем нечто узнаваемое поэтому собственно читая американскую литературу глядя на американские фильмы конечно же мы себя узнаем читаем и смотрим о том что нам понятно и с нами происходит даже если мы смотрим скажем терминатора 2 спасибо за ваше участие спасибо спасибо спасибо